Самая многочисленная делегация, 45 человек, приехала из Китая. Туристический поток из Приангария в Поднебесный участники выставки характеризуют как стабильно высокие. Каждый год много русских туристов в Мандории. Они рядом больше, в Хайнань, Далень, Бетэхэ, там Аоди. Конечно, Шопиндура тоже есть, а не в Бекине, там есть Яблору, есть в Мандории. Наша рядом Россия, там каждый день покупать. Из зарубежных гостей на выставке также присутствуют представители Кореи и Монголии, а буквально по соседству с ними презентация нового туристического направления. Это муниципальное образование, город Свирск. Несмотря на то, что туризм здесь начали развивать и недавно, Свирску уже есть чем похвастаться. Например, своим парком культуры, где находится единственное сохранившееся в Приангарии колесо обозрения. Почему мы сегодня говорим, что мы особенная территория? Потому что, говоря о развитии туризма в Иркутской области, все, конечно, говорят о нашем замечательном Байкале. Но мы бы хотели рассказать о его дочери, о реке Ангария. И вот наш Свирск расположен очень удобно, очень климатически расположен хорошо именно вдоль реки Ангары. Показываем всем, что, пожалуйста, приезжайте, смотрите, отдыхайте здесь. И все условия для этого, в принципе, создаются. Мы представили сегодня только 20 районов области. Вы видите, что уровень организации туристического отдыха вполне приемлемый для России и для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В подтверждение тому ажиотаж вокруг стенда компании, предлагающих летний отдых на Байкале, туры бронируют уже сейчас. Особой популярностью по традиции пользуются Малое море и Альхон. Даже с учетом того, что за посещение заповедников туристам необходимо вносить плату. Чтобы, конечно...